Антон Флёров Антон Флёров Да, к нам присоединяется Галина Рымбул. Утопическое желание нового мира или какие-то поминки по миру старому, была ли это утопия или антиутопия? И мы пригласили поговорить о настроении и о импульсе, который заставлял людей работать во время карантина и изоляции в период весны-лета этого года, практиков. То есть тех людей, которые реально занимались какой-то деятельностью и спросить, поговорить с ними, что же заставляло их двигаться и работать. Мы хотели бы послушать и поговорить с людьми, у которых разные профессии, которые занимаются разными видами деятельности и соединили в этом разговоре важнейших для современной российской культуры людей. Во-первых, театрального режиссёра Дмитрия Волкострелова. Дима, привет! Да, добрый день! Композитор Борис Филановский. Борис, здравствуйте! Здравствуйте! Художник Ирина Корина. Ира, здравствуйте! Здравствуйте! Да, кинорежиссёр Роман Балабуев. Здрасте, спасибо, что позвали. Здрасте! И поэт Галина Рымбу. Галина, вы слышите нас? У нас нет изображения. Я надеюсь, что в какой-то момент Галина присоединится и присоединится к этому разговору. А если молчит? Да. Я, наверное, должен сказать несколько дисклеймеров отношения этого разговора. Он, в принципе, предполагает какой-то теоретический уровень. При этом нам важно, чтобы о теме того, какой горизонт ожиданий был у людей, которые занимались культурой во время карантинной изоляции, практиков. И поэтому это не общий теоретический разговор, не философский. И нам хотелось бы услышать именно свидетельства людей, которые на практике занимались этим. И, в общем, это даёт нам какую-то свободу и какое-то основание разговаривать на уровне ощущений и чувств, а не на уровне концепций. Важно, наверное, ещё сказать, что мы по-прежнему находимся в ситуации ограничений. И что никакой дистанции по отношению с тем, что происходило с нами весной и летом этого года, ещё нет. По-прежнему ковид с нами. По-прежнему культурная деятельность бултыхается где-то в районе нулевого уровня. По-прежнему мы живём со всеми возможными ограничениями и за закрытыми границами, что, в общем, довольно уже непривычно сейчас современной культурной деятельности, слава богу. Но и, тем не менее, мы считаем необходимым поговорить об этом именно сейчас, чтобы засвидетельствовать, чтобы оставить какой-то след изнутри процесса, изнутри ситуации, а не с какого-то расстояния и с какой-то дистанции. И я, в общем, начну задавать вопросы. Я приглашаю наших гостей подхватывать то, что говорит другой, реагировать друг на друга. Моя модерация будет самой лёгкой, самой свободной. Поэтому я надеюсь, что вы будете реагировать друг на друга, и мы, по крайней мере, сможем снять какой-то слой с того, что же вами двигало во время этого странного парадоксального периода. Я начну, наверное, с того, что утопия, так же, как и антиутопия, всё-таки категории социальные. Это не то, что существует в рамках одной индивидуальной жизни. И в этой связи важно понять, насколько социальность сохранялась в ситуации изоляции друг на друга, когда мы все были разобщены и заперты в своих персональных личных пространствах, насколько продолжалась активная работа, насколько активной была коммуникация с коллегами, с сообществом, как возникали новые проекты, насколько активно более или менее обсуждались новые планы или насколько активной была самостоятельная работа. И я начну, задам и первому этот вопрос Роману, потому что понятно, что кино стало важнейшим из искусств. Всегда было, а теперь стало окончательно. Роман, скажите, насколько активно продолжалась профессиональная деятельность, насколько вы активно были вовлечены в процессы? Ну, к огромному сожалению, она продолжалась со страшной силой, потому что, ну, вообще вся эта история из изоляции, это такая красивая штука была, когда можно было по идее теоретически остановиться. Ну, как говорят, что там, поэту-художнику полезно немножко посидеть в тюрьме. Понятно, что не в российской, там, желательно, или не в индонезийской, но вообще ночная камера на 3-4 месяца, на полгода, это хороший как бы способ, как Лариса Старленов говорила Ганнибалу-лектору, развернуть свой понятийный аппарат на самого себя. И мне кажется, что пример как бы того, что со всеми нами произошло там за последние 4-5 месяцев, это как раз такая невероятная какая-то упущенная возможность, потому что все в тот момент, когда это случилось, все кинулись что-то делать. У всех было ощущение, у всех в какой-то момент говорили, вот мы сейчас прочтем наконец эти книги, которые мы не прочли, мы наконец посмотрим на все те закаты за нашими окнами, которые мы пропускали. А как-то, как-то, как-то не пошло. Вот. Очень жаль, что вы меня первого спросили, потому что у меня есть как бы абсолютный анекдот, с которым я собирался понизить уровень дискуссии после того, как все остальные его поднимут. Так, ну хреново, что мы с него начинаем. Но вот на самом деле, как это практически происходило в низком мире русского телевидения, где я умею счастье жить и работать, где-то через... Это действительно смешная история, если вы думаете, но и грустная одновременно. Где-то там через 10 дней после объявления карантина мои знакомые продюсеры, которые как гениально абсолютно сориентировались, мне кажется, что они начали это делать заранее, ну, чуть ли не на 10-й день, может, на вторую неделю, они начали выпускать сериал, снятый по вот тогда казавшемуся новому формату, да, тогда какие-то артисты, некоторые даже известные, сидят перед, вот так мы сейчас, перед Зумом и пытаются разыгрывать какую-то историю. И вышла первая серия, она была встречена невероятным злорадством, хохотом, криками гиеноподобных собак среди коллег. То есть люди там, артисты, режиссеры, продюсеры, у нас вообще мы в отличие от вас всех, люди злые, зависливые, неприятные. Мы созванивались, мы устраивали Зум-конференции, мы переписывали в чате, чтобы обсудить, как вот всех тех несчастных, которые в этом участвовали, как можно так не ступасть, как можно так не уважать свою профессию, то, что ты умеешь, особенно артисты, и даже не ради денег, а вот чтобы просто оставаться как бы в кадре. И где-то неделю это продолжалось, потом вышел второй сериал, и его уже, такой же точно, и его уже ругали двое тише, не потому что он был лучше, он был ровно такой же, а потому что примерно половина участников первого, как бы, вот, девайки, они там снялись, поучаствовали и так далее. Потом вышел третий, потом Константин Ильич Богомолов выпустил вот эту свою историю, потом кто-то еще что-то выпустил, и к концу карантина, от судей, как бы, падение российских кинематографистов был уже практически нескольный. Я прекрасно помню эмоциональный разговор, это было там дня за три до снятия карантина, мы сидели уже, нарушая карантин в баре с актрисой знакомой, и она очень страстно как раз говорила о том, что как так можно, это же абсолютная пропанация всего, и как раз ужас в том, что люди это делают не для того, чтобы там семью прокормить, а чтобы вот сохранять свое присутствие и своего этих двойников странных в пространстве. И вот не могут люди дома пустить. Я сидел, пивал и думал, господи, хорошо, что она не знает, что у меня через неделю выходит сериал Семен Слепакова, где я по зубу снял одну серию. Но к облегчению у нее такой сериал вышел раньше, чем раньше. Повезло. Поэтому наше оправдание, что мы все это делали за деньги, но от рефлексии это не избавляется. Мне кажется, это огромная, огромная упущенная возможность, потому что человек задает себе, с чего там начинается рефлексия любого человека, он спрашивает себе, кто я и почему я здесь. А человек, который делает какое-то маленькое искусство, должен себе задавать вопрос, зачем я это делаю. И мне кажется, что по крайней мере с точки зрения кино и с той небольшой части театра, которые я краем глазом видел, все эти зум-чистки, все эти зум-сериалы и так далее, и так далее, они были спровоцированы одной вещью, страхом, страхом перед тишиной и перед необходимостью немножечко пожить со своим отражением в зеркале. И, может, не смотреть даже в отражение. Немножко пожить без вот этих двойников, которых мы все проецируем во внешнем мире, без которых нам голо, не уютно и плохо. И я не знаю почти никого, кто остановился бы. Я знаю нескольких людей, которые запили и очень красиво пили, глядя на закаты. Я тоже это попробовал, но устал. Но я не знаю почти никого, кто сознательно ушел в эту тишину, которая, в общем, для людей, которые все-таки даже такими низкими формами искусства, как я, занимаются штуками бесполезными. Но второй это шанс. Не упустите? Слушайте, ну если сейчас накроют, да, да, я постараюсь. Хорошо. Ирина, скажите, а вы, я видел, что вы достаточно активно делаете флешмобы в Фейсбуке, при том, что ваше искусство позволяет и предполагает, может быть, в значительно большей степени, чем искусство романа, уединение. Вы, тем не менее, поддерживали эту коммуникационную среду вокруг вас, поддерживали контакт разного рода социальными активностями. Они носят, понятно, совершенно точно, художественное наполнение. Скажите, насколько оно было важно для вас и с каким ощущением вы их затевали? Я сейчас немножко запуталась, не знаю, что вы назвали флешмобами, которые я делала. Я видел у вас семь дней, семь работ. Понятно, все ясно. Да, но я на самом деле должна сказать, что все-таки художники, видимо, в данном случае отличаются очень сильно от активно действующих театральных людей, потому что, в общем-то, конечно, как бы те проекты, которые у меня были связаны с театром, я не так много работаю в театре, но все же таки бывает. И они, конечно, все прекратились, остановились и замерли, но я как раз-таки воспользовалась сполна этой ситуацией и более того, продолжаю и сейчас пользоваться. То есть я переехала на дачу и вообще-то вся моя жизнь обычная полностью видоизменилась, потому что суета московская, которая связана как раз с театральной деятельностью и выставочной, это как бы круглосуточное верчение какое-то на автомобиле, метро, встречи, кафе и прочее, которые полностью исчезли из моей жизни и на самом деле я занималась практически только живописью и рисованием и, в общем, пришла в невероятный восторг от этого процесса, я имею в виду вообще в принципе от ситуации карантина и то, что вы видели, на самом деле это связано с несколькими проектами, проектами, которые готовятся в лесу, это выставочный проект, который в конце сентября откроется, он тоже перенес из-за карантина и в каком-то смысле это как раз такое размышление о том, что будет дальше, потому что там я участвую в групповой работе, мы организовали объединение с художниками, называется художественное уединение и, собственно, перед карантином мы встречались в реальности и обдумывали совместные наши проекты, но как бы с карантином единственное, что меня поддерживала связь какую-то с обществом это вот зумы по поводу этих проектов, которые мы хотели сделать именно вместе, а не отдельно, вот, но и мне как раз на самом деле сейчас интереснее всего, ну, как я понимаю, большая часть театральных деятелей, конечно, уже забыла обо всех опасностях и вообще все эти люди-авантюристы, как я понимаю, в отличие от многих художников, которые как раз во время карантина давали интервью и говорили, что для них ничего не изменилось, потому что, в принципе, художники, они, конечно, гораздо более аутичные люди, которые в состоянии работать в мастерской, в одиночестве, и в большинстве случаев это так и происходит, то есть все, что связано с обществом, это то, что приближается к театру и к такой вот коллективной деятельности, поэтому мне кажется, что для художников изменилось не так уж много, вот. А в процессе обсуждения с вашими коллегами этого проекта в лесу какое было, ну, какое было настроение, типа, скорее бы это все закончилось, или как нам хорошо сейчас, и как мы обогащаемся в этот момент, и что ваши коллеги говорили, что ваши партнеры говорили? Ну, честно признаться, мне было очень хорошо, и всем тоже, но я просто сейчас наблюдаю такое разделение, неравномерное между моими друзьями и знакомыми, большая часть людей, конечно, предпочла забыть о реальности, и действует уже как бы смело, бодро и активно, но есть довольно маленькая часть людей, которые очень сильно прочувствовали опасность, и не готовы выходить обратно, вот, и либо соблюдают как бы такое скромное заточение, вот, или стараются соблюдать режим, например, масок и так далее, это, к примеру, я, поскольку я чувствую, на самом деле, огромный груз ответственности, связанный с пожилыми родственниками, вот, и для меня сейчас интереснее всего то, как это будет развиваться дальше, потому что мне кажется, что довольно большая часть аудитории, которая боится вот этих опасностей, на самом деле испытывают теперь ужас как бы при размышлении о театральных пространствах, о вот такой клаустрофобии, где теперь, возможно, есть эта опасность, а возможно, ее нет, и, в общем, это тема, которая мне теперь крайне интересна, и как раз история в лесу, это то, что, как бы, в принципе, теперь доступна всем, и в смысле театра тоже, потому что это открытое пространство, где есть дистанция, и в этом смысле мне кажется, что все проекты прогулочные и такие, как бы, лесные, это, ну, в общем, одна из тем, которые могут быть включены теперь в такую новую реальность. Тима, скажешь, и в качестве театрального человека, который должен был позабыть уже всю опасность в качестве худрука ЦИМа, в котором есть закрытый клаустрофобический, довольно, довольно клаустрофобический зал. Что ты думаешь про дистанцию или возможность деятельности, возможность театра в лесу или без леса? это очень сложный вопрос. Ну, как, что касается ЦИМа, у нас просто в планах открытия в сентябре должен быть сезон. Ну, это понятно, что связано со многими вещами и художественными, и финансовыми, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, но с соблюдением там социальной дистанции и так далее, и так далее, вот, это все будет происходить. Честно говоря, я вот не знаю, можно сказать, насколько я все это время стасковал, что там, тасковал по театру, вот, и стасковался ли я по нему, вот, это, я не знаю, вот вчера у нас в Симе был такой закрытый показ одной работы, я вот там впервые за шесть месяцев побывал, ну, почти за шесть месяцев, за полгода побывал в театре. Честно говоря, я не могу сказать, что я как-то, что со мной какое-то произошло большое волнение и сильное переживание, скажу честно. Но вся история с карантином, да, я согласен с романом, потому что в театре была, но на мой вкус была отчасти похожая ситуация и, возможно, связана с моим каким-то психотипом, когда вот началась эта бесконечная волна онлайн-спектаклей, онлайн-трансляции и так далее, и так далее. Я, скажу честно, практически ничего не смотрел, потому что, как говорится, вот волна идет, я, наоборот, стараюсь от нее укрыться и уединиться. Вот. И какое-то время мне это удавалось сделать, но потом, вот как бы случилось то, что называется, производственная необходимость, да, и мы должны были сделать проект, потому что там была большая договоренность, должен был состоять фестиваль в Берлине в конце мая, где мы должны были показывать спектакли, которые до этого должны были репетировать в Риге, вот, и как-то вроде бы в начале шли разговоры, что мы спектакли, что фестиваль принесется на осень, а потом выяснилось, что в Германии тоже существует такая вещь как отчетность, вот, и Берлин решил проводить фестиваль онлайн. И нам просто пришлось начать репетиции через Zoom, то есть там мы репетировались, я сидел в Москве, репетировал, а теперь собирались в Риге, благо им можно было уже там собираться, там был снят карантин, самоизоляция. И, да, вот для того, чтобы сделать такую онлайн-версию, ну, потому что на самом деле, честно говоря, у нас там родилась, мне кажется, хорошая идея в обсуждениях для будущего спектакля, если он состоится, я надеюсь, что он состоится когда-нибудь, мы придумали сделать спектакль, который можно будет смотреть одновременно онлайн и оффлайн. То есть можно прийти в театр и смотреть спектакль, а можно находиться в любой точке мира, подключиться к нему, подключиться к его онлайн-трансляции, но, конечно, это будет не онлайн-трансляция в привычном понимании, у нас там появятся три камеры и мы как-то вот это снимаем, показываем. Нет, это как бы три актрисы, которые работают с телефонами, и мы, собственно говоря, видим изображение их телефонов на своем, в этой онлайн-трансляции. Вот. И вот эту работу мы сделали, такой расширенный трейлер возможной онлайн-трансляции. И это, конечно, было очень тяжелое испытание, я скажу честно, потому что, ну, работать в театре вот в таких условиях это совершенно невозможно, когда ты не понимаешь, что там происходит, видишь с трудом через Zoom размытые лица, не чувствуешь температуры в зале, атмосферы, ну, вообще ничего, да, это какой-то, конечно, такой суррогат, не репетиция, а суррогат репетиции, конечно же. Вот. А я могу тебя спросить, я могу тебя спросить, надеюсь, что Борис это тоже подхватит, ты включаешь как-то в свою работу, в свои решения художественные, авторские, тот ужас, о котором говорит Ира, ужас контакта, ужас присутствия в одном пространстве, ужас совместной работы, актрисы-то, может, по телефону, со зрителями, но между собой-то они все время вместе, маски могут и снять, маски невозможно, ну, то есть, как-то это влияет на твои стратегии мыслительные, интеллектуальные и творческие? Ну, поскольку это проект, который был задуман до того, как все началось и случилось, сильно до, за год с лишним, то у нас есть текст, в котором, с одной стороны, кажется, вот тот ужас, о котором говорит Ира, что он в нем, вроде бы, кажется, в нем отсутствует, эта пьеса Павла Пишко «Локушечное мясо», хотя на самом деле, конечно, присутствует, конечно, в тексте как бы разлито какое-то такое, какой-то страх, он там присутствует, конечно же, да, но он связан с другими вещами, нежели чем, да, та ситуация, в которой мы оказались, вот. Старались мы, как бы, каким-то образом эту ситуацию, которую оказались мы моделировать и, так сказать, привнести в тело спектакля, но нет, потому что, мне кажется, не совсем правильно и этично по отношению к тексту, вот, поскольку текст написан про другое и про другую ситуацию и так далее, и так далее, вот, но какие-то параллели провести, мне кажется, возможно, 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 да. Борис, а музыку можно создавать без, в ситуации дистанции, без возможности совместного исполнения или прослушивания для вас, вами прослушивания или вашими слушателями? Ну, с музыкой, ну, как бы, академической, там, серьезной, да, которая предполагает в качестве результата некоторое концертное, например, или студийное исполнение, да, но в любом случае какой-то живой акустический выход, мне кажется, вот, вопросы, которые здесь сейчас обсуждаются, они не очень релевантны, потому что, с одной стороны, композитор, он как художник, да, он просто сидит дома и пишет, сидит и пишет, и пишет. И в этом смысле эти три месяца карантина, ну, вот, в Германии это было где-то с середины марта по конец мая, по середину июня, как-то так. Это было, для меня это была катастрофа, но не потому, что это карантин, а потому, что трое моих детей оказались на домашнем обучении. Ими надо было заниматься. Поэтому никакие, знаете, художественные какие-то проблемы меня уже не волновали. Это был целый день какой-то бесконечной беготни по зумам, по таким-сяким, по онлайн-урокам, по деланию уроков, сканированию, отсыланию куда-то в школу. Они еще в трех разных школах учатся. В общем, вот так. И в оставшееся время я пытался какие-то писать наброски, еще что-то, при том, что у меня сорвалась одна большая премьера в Москве, Екатеринбурге и Питере, которая как раз пришлась на начало карантина и в России, и в Германии, и отменилась. При том, что у меня отодвинулась или накрылась совсем мементазм несколько больших и очень больших проектов в России, в Европе, все зато карантин это какое-то было про человечество. Я надеюсь, она была и больше такого не будет. Поэтому ну а что, я сижу дома, я что-то пишу, но проблема в том, что я не могу как художник сидеть писать. У меня технологический цикл на одно звено дольше, дальше, длиннее. У меня должны исполнители все сыграть, слушатели должны услышать. Ситуация полной неопределенности, ну что делать? работа лучшее средство от фрустрации, от печали, от неопределенности. Другое дело, что есть какие-то все-таки пределы вот этой психологической стойчивостью. Делаешь, делаешь, но ты не знаешь. Поэтому я как бы, я человек простой, да, в этом смысле и в этой ситуации. Я просто занимался самосохранением. Да. То есть, вы надеялись, что это быстро закончится просто-напросто? Ну, я надеялся, что это закончится как можно быстрее. и оно, ну, здесь, в Германии, оно закончилось довольно быстро. Здесь уже начинаются концерты постепенно. Да, но ситуация, когда все эти концерты и исполнения живые происходят с соблюдением дистанции, с рассадкой инструменталистов на километры друг от друга за щитами, это нормально? Нет, это симфоническая вся порнография, когда там не 100 человек, не 100 человек, а 20, да, и в зале там не тысяча человек, не знаю, 100, да, это я даже не смотрю, это меня дико фрустрирует. И вот эти все санитарные регуляции дотошные, немецкие, с которых списаны анекдотические рекомендации Роснепотребнадзора, источник очевиден, да, такая немецкая скрупулезность у человека. У нас это все есть, да, но у нас совершенно вы хотите нормальный симфонический концерт? Ну, если бы у меня были нормальные симфонические премьеры, то я бы хотел, а так не будет. Ну, вот, кстати говоря, вот, извините, может быть, я проживаю в лесу, что касается заполненного зала, вот, честно говоря, меня это вообще не смущает, не спойлер. Вот, мне наоборот даже, как бы, ну, может быть, возможно, связан, опять же, с моим психотипом и с тем театром, который, как бы, я так или иначе занимаюсь, но, по сути, я знаю, что переполненный зал, это зал, который чего-то требует, вот, у него есть какая-то потребность, какой-то, ну, какой-то общий, ну, как бы, не знаю, чего, но вот они вот хотят чего-то такого, вот, ситуация аншлага, она такая зачастую очень вредная, на самом деле, для того типа театра, которым, вот, я занимаюсь, и мне как раз, как раз разреженная зала, она как раз всегда, всегда нравилась, как бы, люди пришли, их немного, они такие, ну, какая-то фигня, ну, что, ладно, давайте, и как-то неспокойно расслабляют, вот, так что меня вот ситуация не фрустрирует. Я бы, Роман, хочу... Мне так вообще лучше всех, потому что, вот, в тот момент, когда всех заперли по домам, цифры, никто же из нас уже не работает для телевидения, для кинотеатров, все мы работаем для интернета, для онлайн-платформ. И в тот момент, когда всех заперли по домам, как бы, сперва все забегали по этажам в корпорациях, которые это все выпускают, а потом у всех стали такие счастливые лица, и, ну, так прямым текстом это никто не говорил, вот, но пару раз разговоров возникало, что, вот, дорогой друг, вот, ну, херню, которую ты снимаешь, никогда бы у нее не было такой аудитории, если бы она выходила в карантин, все сидели по домам, и все бесконечно, ну, в свободное от создания зум-спектаклей время, все сидели и залипали в, причем, в платные онлайн-платформы, люди неожиданно начали за это платить, поэтому, видите, я могу себе позволить в баре сидеть спать. А мы сидим по домам, продолжаем. У меня был другой... Я помню, что я невероятно злился, что у вас сериал выходил раз в неделю, серия, была у меня какая-то... Я хотел его сразу... Они хотели дотянуть до конца, карантин, ну, что, собственно, и произошло. Мой вопрос был в другом, для Бориса, для Димы, ситуация, когда ползала, нормально, для вашей индустрии это ад, и вы готовы как автор уже, как режиссер и справитесь с ситуацией, когда у вас нет аншлагов, нет рейтингов, нет статистик, нет просмотров, их меньше. Вдруг, если такое случится... Слушайте, ну, я как-то до карантина жил с этим, когда никто не смотрел то, что я снимаю. Справлюсь и дальше, посмотрю. Галинус, привет! Вы слышите нас, да? У Галины отключу. Я вас слышу. О, ура! Да, все отлично. Я хотел бы, чтобы вы присоединились к нашему разговору. Мы обсуждаем сюжет о том, как изменилась интенсивность коммуникации профессиональной и социальной в ситуации изоляции. Вы, в общем, занимаетесь тоже довольно аутичной деятельностью, но при этом совершенно очевидно, что вы сильно интегрированы и очень включены в коммуникацию, в любую профессиональную, политическую и так далее. Как она изменилась, когда вы оказались просто дома? Какие наблюдения возникли в связи с этим? Вот. Ну, я, наверное, начну с того, что занятие литературой, оно всегда предполагает некоторую форму изоляции. И, в принципе, нам известно по опыту литературы, что текст может создаваться в одиночной камере с человеком, который не имеет даже письменных принадлежностей, то есть может создаваться в уме. И литература в этом смысле, она не столько как бы требует публики, сколько требует прочтения и прочтения постфакту. Вот. А с другой стороны, литература это, по крайней мере, после 20 века, это то, что всегда занято осмыслением катастрофы. И катастрофа это в каком-то смысле и двигатель и культуры и искусства вообще, и двигатель литературы. И мне кажется, что то, чем мы занимаемся, можно определить словами как раз теоретико-утопии Эрнста Блоха как оптимизм с траурной повязкой на глазах. это позднее определение утопии, которое дал Эрнст Блох уже после Второй мировой войны. И катастрофа сегодня это, возможно, то, что мы переживаем каждый день. И что такое апокалипсис? Это раскрытие, откровения, преображения, несмотря ни на что. вот с этими категориями, по крайней мере, я в литературе работаю очень много. И для меня ощущение катастрофы это не только сегодняшняя пандемия, но это и война, войны. Я живу в Украине, где напоминания о войне, они собственно на каждом шагу, и от них как бы на них просто невозможно закрыть глаза. И я очень много думала о том, как вообще справляться с этим катастрофизмом внутренним, потому что невозможно просто выжить, если все время как бы отдаваться этому. И я подумала, что если мы не можем остановить катастрофу, как художники, как поэты, как деятели искусства, то мы хотя бы можем научиться как-то навигировать в пространстве катастрофы и находить внутри этого пространства для себя какие-то убежища, не только физические, но и ментальные. И таким убежищем ментальным пространстве катастрофы вполне может стать стихотворение и музыка, и произведение искусства. Вот. И с другой стороны... То есть, извините, это спасение какое-то, да? Это спасение от реальности, вы все равно воспринимаете профессиональную деятельность в области культуры как какое-то спасение, побег и способ справиться с тем, что происходит вокруг. Правильно я понимаю? Какое-то этапическое начало в этом. Да, убежище это все-таки не совсем побег. Вот современная экофилософия определяет убежище как место, где мы можем ревитализироваться. В частности, для экофилософии это место, где может ревитализироваться целая какая-то экологическая среда или какой-то определенный вид. в таком смысле спасение становится чем-то большим, чем побег от реальности. Спасение становится как раз таким пространством ревитализации. Я думаю, что литература, конечно, даже если она находится вне религиозных коннотаций, она всегда занята спасением нашего вида. Что касается того, как я переживала это состояние, я много лет лечусь от депрессии, которая предполагает также этот ежедневный катастрофизм. Ты все время думаешь, что все будет плохо, даже если объективно на это нет причин. И имеешь трудности социальной адаптации. Вот. И поэтому я не могу сказать, что изоляция как-то была воспринята мною травматично, но некоторые сложности с нежеланием выходить из дома она только как бы усугубила. Вот. Но... Я бы... Да, извините. И я хочу сказать, что на самом деле очень интересно, что появился в мире целый уже жанр карантинной поэзии. Многие как бы англоязычные сайты, журналы, медиа публикуют вот такие огромные уже подборки антологии карантинных стихов, написанные поэтессами и поэтами с разных уголков мира. И как бы я понятно на протяжении всего карантина эти подборки читаю и думаю, что это иногда даже лучше, чем чтение новостей дает нам почувствовать, как это состояние переживается в абсолютно разных культурах, в абсолютно разных контекстах. вот. Если позволите, я могу адресовать вопрос другим участникам, связанным с текстами, потому что очевидно, что изоляция карантин явно вернула внимание к тексту, к словам. Насколько расширился ваш круг чтения, насколько больше вы стали потреблять лонгридов или какой-то литературы, изменилось ли какое-то отношение к потреблению текстов? Ира, Борис, скажите. Людима профессионально потребляет, это понятно. Ира, скажите, да, вы. Ну, я могу сказать, что у меня как бы произошла такая смешная история, что до карантина я проводила огромное количество времени в машине, в пробках, и я пристрастилась к аудиокнигам и лекциям, которые можно слушать, когда ты теряешь время за рулем, мне очень нравится. Ну, во время карантина произошло некоторое оздоровление этой привычки, потому что я стала ходить по полю и слушать все то же самое, ходя по лесу в наушниках. Вот, так что мне, ну, как бы не то, чтобы я стала читать больше, честно признаться, я совершенно потеряла возможность читать что-то с листа, и я перешла полностью на аудиослушание, и поэтому все, что появляется, то есть я на самом деле даже полюбила слушать роботы, так как у меня в телефоне есть такая функция прочесть текст, который на экране, естественно, что вы не можете слушать все, например, там новости или что-то еще, я слушаю это все как бы в виде, то есть не в виде, а как бы голосом робота мне читает все это мой телефон, поэтому, ну, как бы, да, я слушаю много всего, но не читаю глазами. Мориса, вы читаете, да? У меня не изменилось абсолютно ничего, я на самом деле читаю мало, но это связано с какой-то моей общей тревожностью, потому что, когда я пишу музыку, я как-то, мне очень сложно концентрироваться, ну, и на чужой музыке, и на текстах, и на чтении, да, поэтому я и читал, в общем, мало, и продолжал читать мало, вообще карантин это просто что-то какая-то болезненная постановка на паузу, никаких, никакого философского осмысления этого досадного происшествия у меня нет, и я принципиально не собираюсь их для себя как-то придумывать и подтягивать к своей ситуации, а что касается слушать, нет, слушать тексты, это для меня абсолютно невозможно, потому что стриптизер спит одетым, как человек, который работает со звуком, нет, тексты я могу только читать. Да, если позволите, да. У меня, кстати, у меня какие-то изменения произошли, безусловно, потому что во время своей изоляции я позволял себе иногда выходить все-таки гулять, но это, как правило, происходило ночью, вот, чтобы максимально минимизировать все контакты, ходил, изучал, значит, то, что есть в округе, и я как-то сильно полюбил подкасты, скажу честно, вот, да, это как-то заменяло человеческое общение, скажем так, вот, ходил и ночью слушал людей, которые о чем-то разговаривают, с одной стороны, а с другой стороны, ну, да, у меня на самом деле произошел какой-то возврат, в какой-то степени возврат к книге, в какой-то степени, можно так сказать, в смысле длительного отношения, потому что я просто-напросто понял, что у меня есть прекрасная возможность перечитать войну ими, что я и сделал. Я должен, на самом деле, я на самом деле должен тематизировать тему Толстого, потому что и в западной, на самом деле, и в западных каких-то комментариях по поводу ковида я понимаю, что люди занялись Толстым. Романова, к вам Толстой вернулся? Ко мне Толстой вернулся в то, увидев, что моя девушка его читала, я говорю, для меня это было упущенной, но куча людей вокруг читала Толстого, это удивительно. Невероятно, это удивительно. Почему? Почему? Слушайте, я не читал, поэтому не могу ответить. Галина, почему Толстого все читали? В чем история? Как все смотрят сериалы во время карантина, это большой нарратив, разворачивающийся во времени, так все и читают Толстого. Это такая, на самом деле, текстовая... Толстого это сериал, это сериал, это сериал, Да, круто. Слушайте, я... У меня был еще, на самом деле, другой опыт, связанный, отчасти с чтением, отчасти с стремлением кино и смотрением кино, потому что в какой-то момент, уже после своей самоизоляции, я загрузился на карантин, потому что я заболел вирусом. Вот, в связи, это все прошло совершенно бессимптомно. Вот, и недавно вышла книга, собственно говоря, такая большая, толстая биография Трюфо, режиссера, которого как-то с детства люблю с юности, вот, и у меня был прекрасный опыт, я читал книгу и одновременно пересмотрел всю фильмографию. Это тоже было такое серьезное переживание. И тоже сериал. Да, слушайте, у меня случилась идиотская в этом плане история, я пересмотрел всего Алана Паркера, и когда я посмотрел его последний фильм, он умер. Вот, мне до сих пор неловко, я думаю, что, может, если бы я не затеял эту ретроспективу, может, этот анекдот в зачет начального, который... Да, извините. Слушайте, а можно, чтобы немножко понизить градус веселья, вот, я бы с удовольствием, мне кажется, просто вот, то, про что Галина начала говорить, вообще, мне кажется, поговорить про депрессию и страх в рамках всего этого, это важная история, потому что, я не знаю, я там говорю по собственному опыту, но мне кажется, что люди с депрессией не обязательно клинической, вот, а среди людей искусства таких много, все тревожные, да, вот, кто-то лечится, кто-то нет, вот, но мы оказались в каком-то, на самом деле, счастливом немножко положении, как, знаете, героиня лучшего фильма про депрессию, Беланхолия, которую пока все в порядке, ее страшно кроет, и она как бы ползает, держась за голову, а когда начинается апокалипсис, начинает размазывать всех остальных, а ей, в принципе, нормально, и я вот на себе поймал интересную вещь, потому что вокруг, где-то на неделю, вторую, третью, все начали прямо жестко сходить с ума, бросаться на стены, говорить, что они это не вынесут, то есть, мое любимое молодежное слово я не вывожу, я слышал от десятков людей по телефону и так далее, а я не понимал, как бы, почему мне нормально, потом я понял, что мир снаружи просто пришел в какое-то соответствие с тем, как я его себе представлял все остальное время, и это интересная история, потому что она не столько про депрессию, даже столько про страх, потому что страх, неважно, с чем он связан был на карантине, заразиться и умереть, остаться без работы и через месяц, если это все не закончится, оказаться не в состоянии платить за квартиру, я знаю, там, десяток людей, перед которыми эта проблема реально стояла, особенно люди из театра, да, которые не знали, когда они вернутся по всему, это мы реально не понимали, что они дальше будут делать, но в этой ситуации, помимо прочего, вот мы же, я не говорил, по катастрофу, от катастрофы можно прятаться, вот, а от катастрофы можно как-то немножечко впитываться, и на самом деле ничего красивее, чем пустая Москва, над которой пролетают бомбардировщики в День Победы, или ничего интереснее, чем поездка на такси в область, когда у тебя тикает, вот в Москве были просто QR-коды, а в области были, у меня дочка просто была изолирована, она в загородном доме, вот, мне нужно было пересекать границу Москвы, а в области такой включается счетчик, на котором еще бежит время, которое ты проводишь на улице, и вот ты едешь по абсолютно пустому городу в респираторе, как в «Звездных войнах», у тебя еще клапан сбоку, у тебя бежит счетчик, тебя останавливает блокпост, который этот счетчик считывает, и чуть ли не глаз тебе сканирует, я лично всю жизнь хотел как бы на секундочку попасть в антиутопический фильм, и вот первые два месяца, пока все не расслабились, это ровно одно было, мне кажется, такой бесценный опыт, мы недостаточно этой красотой, мне кажется, восхищались, мне кажется, больше так не будет уже. У меня был такой опыт, когда я осознал в какой-то момент пустую Неву, пустую акваторию Невы, там не было ни одного корабля, и, конечно, это было совершенно специальное ощущение, довольно страшноватое, конечно, да. Я единственное, чем горжусь, я мало чем горжусь в плане фиксации времени, потому что, ну, как бы, кино дурацкая штука, оно плохо вообще, несмотря на кажущуюся, там, включил камеру, она все снимает, но время оно плохо фиксирует, я дико рад, потому что мы влетели последними двумя днями съемок, в общем, такого, как бы, маленького непритязательного сериала в настоящий же карантин, когда закрывались улицы, никто по ним не хотел, и у нас остались кадры, где герои сидят в уличном кафе, а за ними, по-моему, покровка, которая абсолютно пуста, и по ней периодически проезжает, значит, печальное такси, но оно проезжает раз в пять минут, и я понял, что вот там вот Том Круз в ванильном небе закрывал Times Square, чтобы снять свой страшный сон, а нам этого даже не нужно было делать, и я вот сейчас, когда мы все это дело монтировали, мои ребята говорят, слушай, ну, как-то странно выглядит, пустая улица, мы же там дорисуем, люди говорят, не-не-не, пусть будет, пусть хотя бы вот это останется, потому что улица в центре города, которую ты можешь перейти, не оглядываясь по сторонам, улица, на которой ты можешь лечь на проезжую часть, можешь поставить туда стул, разговаривать по телефону, и никто тебя не спросит, и ничего не произойдет, вот интересно, ну, такой Москву, по крайней мере, и Петербург тоже, вы, я думаю, что акваторию не выпустую, увидите нескоро, Никогда больше, никогда больше, очевидно. И поэтому, когда были эти, ну, было несколько фото-проектов про пустые пространства, тогда люди фотографировали мегаполисы, вот, с пустыни тот же Бруклин, тот же Лос-Анджелес, абсолютно, как бы, вымершие, то есть город, где вообще, в принципе, никогда не бывает пустых улиц, даже ночью, вот, это, это страшно интересно, по крайней мере, это хотелось бы запомнить. Ирина, не было страшно никогда? Я должна сказать, что я совершенно согласна, в принципе, я находилась все это время в каком-то таком, ну, как бы, восторге ужасающем от того, ну, как бы, от того, что это происходит еще везде, то есть, как бы, удивительно именно то, что это происходило одновременно во всем мире, и это меня настолько поразило, и я даже не могу сказать, что это было страшно, но, в принципе, это, ну, потрясающее ощущение, которое даже непонятно, когда еще удастся испытать что-то подобное, потому что впервые я услышала о том, насколько все серьезно от моих друзей, которые живут в Италии и в Австрии, у них это началось чуть раньше, чем у нас, и я до этого момента как-то не испытывала никакого ужаса, ужас доходил до меня от моей дочки, которая очень чувствительная, она написала огромную поэму про коронавирус в январе, предполагая, что мы все умрем, и всех пугало, и я как-то к этому относилась совершенно противоположно из принципа, чтобы не погружаться в катастрофичность сознания, но когда это все как бы подступило ближе, мне показалось, что да, вот эта красота пустоты и такого заточения абсолютно всех одновременно в домах, мне кажется, что все-таки это прекрасно. Ну, как бы это удивительно, это какое-то, ну, как бы чудесное ощущение, которого до этого не было. Борис, да. Да, нет, Роман, давай с ней не говорите. Нет, это еще какой-то удивительный сплав как бы придуманной реальности и не придуманной, потому что я вот помню, у меня странные есть вот, мало воспоминаний, которые надолго так остаются, я помню, как я, когда случилось 11 сентября, я ехал с утра на пресс-показ, тогда работал киноприк, кинокритиком, и я по радио услышал, еще не было, естественно, интернета в телефонах, и невозможно было посмотреть, но я по радио услышал, что падают башни-близнецы, и вышел из такси, и мне нужно было посмотреть фильм «Планета обезьян», который, как мы знаем, заканчивается «Лежащий статуй свободы», и у меня было странное ощущение, и был интересный период, что после 11 сентября на короткое время, ну, где-то года на два, остановились в голливудском кино все большие катастрофические события в мегаполисах, ручащиеся небоскребы, что-то рисовали, все, что делали, это на время люди остановили, потому что вот как бы этот голливудский блокбастер, он каким-то страшным образом произошел в реальности. Сейчас то же самое, потому что дико смешно, я включил позавчера другую «Планету обезьян», снятую на 15 лет позже, и обнаружил, что она начинается с новостных сводок о пандемии обезьяньего гриппа, которая выкашивает мир, и я смотрю, они идут в качестве новостных сводок на титрах, я сижу это смотрю, говорю, серьезно, серьезно, ребята, ну вот, и поэтому ужасно интересно, как бы, что был же интересный момент, когда абсолютным чемпионом по просмотрам во всем мире был страшно интеллигентный, страшно модернистский и страшно провалившийся в свое время Филипп Стивна Содерберга «Контеджин» про эпидемию гриппа, который появился в Китае от летучей мыши, и, в общем, он более-менее там все предсказал, но поскольку, как и все, что делает великий человек Содерберг, был снят крайне, как бы, модернистски, с глубокой ненавистью к зрителю и так далее, и так далее, никто этого не смотрел, а тут вся, весь мир неожиданно начало смотреть, понимает, что там происходит ровно тоже, и всем было страшно интересно, чем он кончится, потому что все думали, что там еще и канал будет предсказан. Вот, поэтому, то, что все то, что выдумывали, мы вообще живем в ситуации уже, там, лет 15, ситуации сбывшегося будущего, вот, с самоедущими такси, и вот скоро уже скутеры летать будут, вот, но это очень дико интересно, потому что этот сценарий мировой пандемии, который годами, годами, ну, последние, там, 20 лет, начиная, там, с Романа Стивена «Киндегл Стенд» и заканчивая тем же «Контеджином», люди пытались спрогнозировать, показать, как он будет выглядеть, а тут он происходит на самом деле, и самое удивительное, что он происходит страшно похоже. И такое ощущение, что сбываются более-менее все те книги, все те фильмы про это, которые ты видишь. Борис, я могу спросить вас в связи с тем, что рассказал Роман про какое-то правительское состояние кинематографа некоторое время уже, в отношении музыки у меня есть ощущение, что музыка развивалась довольно оптимистично, довольно с каким-то настроением в последнее время, ну, берем там, условно, 21 век, да, последние 20 лет, что все больше появлялось новой композиции, все чаще и активнее это исполнялось, и ощущение и настроение от современной академической музыки у меня складывалось, ну, в общем, позитивное скорее, не было никакого ощущения катастрофы. Вы можете как-то прокомментировать это мое ощущение, насколько вы его разделяете, или у вас другое? Я, если честно, я не очень понимаю, что такое оптимистичное развитие, и я даже вообще не понимаю, что такое развитие. Нет, нет, я говорю о состоянии, состоянии индустрии. Ну, а что, индустрия всегда, не только в 21 веке, но и в 20, и в 19, и раньше даже, развивалась все время в одном и том же направлении. Во-первых, это дробление, да, все более мелкая стратификация и публики, и авторов, да, и исполнителей, да, все более мелкая специализация, а во-вторых, все больше охват этой самой аудитории, и все больше, как бы, совокупная производительность, ну, коллектива авторов. Не можно так сказать. И вот оно точно раздается. И что, эти полгода, вы думаете, что-то изменят? Да ничего они не изменят, абсолютно. Ну, кто-то там... Нет, нет, это вообще ничего, потому что эти все процессы, они ужасно медленные. И в музыке они особенно медленные. То есть на поверхности мы видим, что происходят какие-то, ну, как бы, быстрые такие коммуникационные вспышки. Кто-то там снял, выложил там какой-то клип, как он там что-то играет, как знаменитый пианист из дома записал там. Ну, это как бы очень трогательно, потому что он реально здорово играет, но это такое домашнее исполнение, шероховатое, там что-то он мажет, еще что-то, запись какая-то, рояль настроен, не так, как в концертном зале. Ну, и так далее, да, как пример, да. Или там кто-то написал вещь, другие люди ее сыграли, как бы по дорожкам, да, потом кто-то свел, да. Но это не только академические, это же какие-то, ну, там и коммерческие, и инди-группы. Это нормально. Это нормальная такая студийная работа, которая очень затруднена оффлайн, онлайн, вернее. Но ничего в этом не происходит. Более, более, мне кажется, более болезненно оказалось то, что, ну, как бы внутреннее действие у нас, у всех, оно очень медленное. А цифровая коммуникация, она очень быстрая. И мы все не справляемся с таким перепадом скоростей. И мы не справляемся с ним, как бы, в ситуации карантина и тотального онлайна. Мы не справляемся с этим перепадом скоростей, именно потому, что нет живого контакта. А живой контакт – это, как бы, непрерывность технологического цифра для каждого из нас. И эта непрерывность сглаживает перепад между медленным внутренним действием и быстрой коммуникацией, понимаете? И отсюда… А способ синхронизировать как-то? Нет, а его нет. Его нет, когда, как бы, рассечено, как бы, живое тело культуры и живое тело делания чего-то, будь то любые перформативные искусства, как-то театр, балет, там, кино, да, они все ищут, судорожно ищут новые формы, да, там, contemporary art, да, музыка, естественно, да, оно все рассечено. Нет этой, как бы, теплой середины, да, где мы вместе это делаем. Реал оказался гораздо более важным, чем мы предполагали до этого момента, да. Ну, и отсюда фрустрации, тревожность, конечно. Кто-то замолчал, да, как я. Я вообще не смотрел никаких там сотни трансляций, опер, каких-то симфонических концертов, спектаклей, черт знает что. Нет. Я вот в этом смысле, как Дима Укастрел, да, я… Нет, это, пожалуйста, вот все без меня. Нет. Я ушел, как бы, в себя, как улитка. Кто-то замолчал, а кто-то, наоборот, вот что-то лихорадочно чего-то натворил, да. Для денег или для того, чтобы не оставаться, ну, как бы, без работы, потому что работа – лучшее средство от печали и так далее. Каждый выбрал себе скорость по обе стороны от, как бы, средней скорости оффлайна, мне кажется. И эти обе крайности, я совершенно уверен, будут с облегчением забыты, как только это станет возможно. И не будет никаких медийных последствий, не будет никаких новых форматов, которые не возникли бы без локдауна. Не будет. Я, кстати, абсолютно согласен. И вот этот разрыв на коллективном, артистическом и медийном теле, он затянется, потому что эта штука какая-то совершенно неестественная. Культура не может пребывать в состоянии раздробленности натурального хозяйства. Она может существовать только в непрерывности. В тотальной непрерывности он, оффлайна, внутренней реальности, социальной реальности. Мы сейчас почувствовали, насколько это интегральное и живое тело. Вот как-то так. Роман. Да, я совершенно согласен, потому что, мне кажется, это и хорошо, и немножко грустно, потому что мы все живем, разрываясь между двумя направлениями. С одной стороны, страшное желание перемен, любых перемен. С другой стороны, страх их, энтропия, инерция и желание возвращаться всегда к норме. И поэтому, ну как бы среди неинтересного искусства это не так обострено. А вот люди, которые имеют нечастье писать, там, не знаю, какие-нибудь журналистские тексты, они, конечно же, понаписали за время пандемии огромное количество глупостей про то, как все изменится до неузнаваемости. Про то, как все будет абсолютно другим. Про то, как люди перестанут ходить на работу, потому что выяснится, что, в общем, это необязательно в большинстве случаев делать. И это чистая правда, потому что огромное количество наших перемещений в пространство, огромное количество поездок на заседание, все это может быть заменено вот тем, что мы сейчас делаем. И при других обстоятельствах мы, наверное, сидели бы в каком-нибудь красивом зале, и там нельзя было бы курить. Но, тем не менее, это стремление, страх этих перемен, о которых все мечтают, и стремление вернуться к норме, оно действительно все сейчас это стремительно схлопнет обратно. И это то, как бы, с чего я начинаю, что, к сожалению или к счастью, все те опыты и все те штуки, которые мы могли извлечь из этого, они, скорее всего, либо вообще не будут извлечены, либо их последствия, как бы, они проявятся там потом, через пару лет, когда кто-то по-настоящему умный найдет способ это осмыслить. Так это будет... Все выбежали в той же Москве, все выбежали радостно на улицы и начали ходить на спектакли и рейвы, и набиваться в бары, стараясь поскорее забыть то, что было. Хотя повод пока нет. Да, я хотел, на самом деле, вернуться к этой метафоре теплого центра или натурального хозяйства. И, на самом деле, это, в общем, какая-то вещь, которая структурно важна для понимания утопии или антиутопии, потому что это предполагает какой-то топос, какое-то место, какую-то локацию. Для того, чтобы обсуждать настроение, оно должно быть где-то локализовано. Так вот, на самом деле, то продуктивное, от которого вы обещаете, что быстро забудется, для меня, и, пожалуйста, распните меня, это, на самом деле, реальная глобализация, которая произошла в этот момент. Она не метафорическая и не какая-то. Она, в общем, вполне себе буквальная, ощутимая мной, коммуникативное и профессиональное поле стала действительно единым. Да, но при этом вы не можете, в отличие от... Поле может и стало единым, а сесть на самолеты и полететь в Лондон или в Нью-Йорк, или даже в Киев, или даже в Минск. Вы не можете. Да. И как только вы сможете, и как только вы сможете... Вы забудете эти зумы, как страшный сон. Да, разумеется. Вполне наверняка. Но, тем не менее, я смогу восполнить невозможность, если вдруг в ситуации, когда полеты возобновились, а у меня, не знаю, у вас съемки, а у вас концерт, а у вас одновременно в другом конце города есть какая-то профессиональная коммуникация, вы сможете к этому подключиться. И вы не будете уже с ужасом думать, как спланировать свое время, чтобы разорваться между разными локациями по всему миру. Мы и раньше могли. Другой вопрос, хотим ли мы этого? Другой вопрос, хотите ли мы этого? Я вот этого категорически не хочу, потому что я обнаружил, что вот эта электрическая коммуникация, она абсолютно каким-то хамским образом сожрала мои личные границы, потому что, допустим, заседание сценарной группы, в которой ты один из авторов пишущих сценарий, оно раньше происходило, что люди собирались либо в баре, либо, не дай бог, в какой-нибудь студийном помещении и что-то обсуждали за столом. Час, два, в кризисной ситуации, четыре или пять. Сейчас у кого-то пробы, у кого-то что-то, а в семь часов вечера все включают Zoom, и в два часа ночи ты уже говоришь людям, что ты хочешь спать. А у тебя шесть лиц продолжают с тобой обсуждать, мог ли этот герой сделать это или нет. Но ты же дома. И вообще история про то, что давайте вот сейчас соберемся и немедленно по Zoom обсудим, что для нас невероятно важно, и все-таки граница пространственная, что кому-то нужно было доехать, собраться, потратить деньги на такси или физические усилия, чтобы ножками дойти до этого места, оно как бы облегчало жизнь, потому что всем лень, потому что все как-то заняты. А когда это так стремительно можно сделать, у тебя же не слезают с головы. Я просто хотел сказать, что и вот прелести глобализации, и ужасы отсутствия личных границ, и вот этот теплый центр, оно же все, извините, я скажу, конечно, банальность, ну, это потому, что у нас есть тело. Мы вдруг полностью перевоплотившись в свои цифровые аватары, мы вдруг почувствуем, что, ну, блин, на самом-то деле, мы же телесные, да? Мы существа, ограниченные в пространстве, существа, ограниченные во времени. Нам нужны эти ограничения, нужны ограничения между личным временем и рабочим, нужны ограничения пространства между домом и условным офисом, да, или студией. Ну, конечно, а как еще? Это настолько в нашей природе. Конечно, мы к этому вернемся. А цифровой формат, конечно, он будет очень востребован как резервный, как, ну, такое, как именно расширение, медийное расширение в маклюиновском смысле. Но мы не схлопнемся в эту глобальную электронную деревню примерно никогда, если там, не знаю, не дай бог, еще какая-нибудь пандемия вдруг нас не застигнет. Дима? Да, я просто хотел бы поддержать Роман. Да, конечно, это... У меня просто был какой-то момент на самоизоляции, период, когда я просыпался с утра и вставал из-за компьютера поздно вечером. Я не успевал пообедать. Реально, потому что у меня просто совещание, совещание, репетиция, еще что-то. У меня было там несколько недель вот таких вот. И это, конечно, было совершенно уничтожающе, потому что действительно у тебя абсолютно не было времени перенастроиться, когда ты вот едешь в метро и смотришь на людей и так далее, и так далее. Это было, конечно... Я не хочу возвращаться, честно говоря, к этой реальности, скажу честно. А что касается... Просто я вспомнил по поводу того... По поводу влияния и того, как бы, что это... Какие, может быть, отчасти выводы можно сделать по поводу всего происходящего. Когда мы говорили про города, я вспомнил, что вот, как раз, ну, про Петербург была история совсем другого масштаба и другой ситуации, другого уровня трагедии. Я помню, что я читал в дневниках человека, пережившего блокаду, который писал о том, что вот в этот момент город стал невероятно красив, потому что люди исчезли, и мы вот... Да, у нас осталась только вот эта архитектура, и это было какое-то как бы невероятно прекрасное переживание для человека, который пережил это и описывал это переживание города Петербурга, который, конечно, зачастую не очень предполагает людей себе отчасти. вот, и чему я все это говорю? И, конечно, когда ты оказываешься в Петербурге, этот, как бы, призрак этой трагедии, он постоянно там присутствует, ты его можешь ощутить, и если ты готов это ощущать, то это тобой будет. И ситуация, в которой мы оказались сейчас, она совершенно, конечно, несравнима, и вот это, мне кажется, очень важная вещь про человечество подчасти, можно сказать, когда, ну, на самом деле, что произошло? На самом же деле, как бы, человечество взяло и решило, как бы, угробить свою экономику, чертовой мать, практически всю, вот. И давайте мы ее все, как бы, угробим, вот. Потому что для меня это, на самом деле, было важное призвание, когда мы поняли, что цена человеческой жизни, она возросла вот настолько, что вот это было, мне кажется, это было, для меня это было большое событие, большое переживание. И, как бы, степень осознанности там людей, которые, как бы, да, сказали, да, хорошо, мы будем сидеть дома, да, учитывая все, по-прежнему, многие непонятные вещи, связанные с этим вирусом, там же, по-прежнему, на многие вопросы и ответы так и нет, да, но вот это, мне кажется, та ситуация, в которой этой планете можно было уже поставить не ноль, а что-то, чуть-чуть, какую-то отмемку чуть-чуть повыше. Ноль пять. Примерно, да. Это, кстати, чистая правда, потому что мы все время, все время про это забываем, но когда периодически лезешь в архивные фотографии, там, десятых, двадцатых годов и видишь там людей в масках, мы понимаем, что, как бы, это, ну, мягко говоря, не первая пандемия, которую переживают, и даже уже в постиндустриальные годы, когда случилась испанка, вот, всем было пофиг, и на государственном уровне, и на общественном уровне никому в голову не приходило, а давайте мы все это остановим, а давайте мы закроем заводы. В той же Америке эти решения принимались на уровне городских муниципалитетов, и есть прекрасные сравнения, там, Чикаго и Сиэтла с количеством погибших, когда один город закрылся, другой нет, но никогда действительно ценность, о том, о чем Дмитрий говорил, ценность человеческой жизни, вот, при том, что нам всем кажется, что мы движемся к тотальной дегуманизации апокалипсиса и всему прочему, на самом деле это действительно, наверное, один из немногих выводов, вот, мы, при том, что вот все те маленькие выводы, про то, что совершенно не обязательно так часто видеться, совершенно не обязательно ходить так много на работу, и многие вещи можно делать с помощью смс-ок, скорее всего, эти опыты, эти выводы будут благополучно забыты, и мы вернёмся тоже радостное социальное болото, да уже и возвращаемся, к которому мы жили до этого, но вот это, пожалуй, один из немногих действительно выводов, о том, что неожиданно ценность человеческой жизни, она действительно как-то возросла неожиданно. Коман, это вы в болоте, да? В социальном болоте вы один из нас всех пока. Я имею в виду ваш бар за спиной. Обратите внимание, он абсолютно пуст. О, смешно, да. Борис, извините, да. Борис, мы вас потеряли. Борис. Да, ты... Да. Смешно немножечко, да. Да, мы... Нет, Борис... Алло. Я просто... Праздно, что это довольно парадоксальная ситуация, что, с одной стороны, да, ценность человеческой жизни возросла, и лучше вот мы закроем экономику и так далее, да? Но, с другой стороны, это же такая ситуация, что, ну, пока толстый сохнет, тощий сдохнет. Потому что людям фактически был навязан был навязан принудительный досуг. Причем людям, которые в массе своей этот досуг позволить себе не могут по экономическим соображениям. И государство не может им этот досуг оплатить. То есть мы все, вот наша компания, все, это вот разговаривающих, это, скорее всего, ну, толстый, да? Потому что нам как-то... Мы что-то делали, мы... Ну, не сидели сложив руки. Кому-то какие-то дотации, да, как Германия, например, да, для богатое государство. Получил какие-то субсидии. А огромное большинство людей, оно же, ну, как бы, относится все-таки к тощим, да? И оно понесло совершенно невосполнимые, какие-то невосполнимые, может быть, потери экономические, которые... И тоже человеческие. Господа, позвольте, я прерву бойсток и все-таки спрошу Галину, я все пытаюсь вернуться, передать девушкам слово. Галина, я вернусь к вопросу про глобализацию и ваше ощущение того, каким образом изменилась локация и ощущение места и нужно ли это физическое присутствие для вашей профессиональной деятельности или как оно изменилось за последнее время? Ну, вот мне кажется, что с литературой как раз оно, возможно, и не нужно, потому что действительно литература как раз во время пандемии глобализировалась и, в частности, русскоязычная литература, которая, особенно поэзия, которая, на мой взгляд, довольно локальна, довольно сильно укоренена в русскоязычном контексте, в форме, традиции, она открылась миру. То есть она стала более чувствительна к глобальной повестке и стала более чувствительна к тому, что происходит за границами русскоязычного мира. И, в частности, я заметила, что как раз во время карантина стало появляться все больше и больше переводов поэзии, мировой на русский язык, в частности, поэзии, которая описывает карантинную ситуацию. Причем как бы сразу несколько довольно активных переводчиков, чуть ли не ежедневно эти переводы размещали в фейсбуке своем, тоже собирались, составляли какие-то антологии, подборки, и мне кажется, что вот по крайней мере поэзия русскоязычная, она выйдет как бы из этой ситуации в большом плюсе. Вот, а еще я бы, наверное, что касается вот этого переживания красоты. На самом интересном месте переживания красоты. Ира, подхватите ваше ощущение. которую, кстати, надо знать про зависающий зум, потому что в тот момент, когда зум зависает, человек еще не будет. плохо. Можете повторить про красоту, Галина, вы пропадали немножко, можете еще рассказать вашу идею? Вот это вот переживание возможно ужасающей красоты пандемии, красоты катастрофы, красоты опустевших мест, оно больше всего, пожалуй, выражалось для меня в стихах в поэзии. я бы хотела прочесть маленькое короткое стихотворение американской современной художницы и поэтессы Анны Макдональд, которую как раз вместе с Янисом Синайко, украинским поэтом, мы переводили во время карантина. Она живет в Бруклине. Вот, это про как раз опустевшие улицы Бруклина. Оно называется «Детская история». Магазины были закрыты, школы были закрыты, парикмахерские были закрыты, площадки для выгула собак, детские площадки, библиотеки, аэропорты, баскетбольные площадки были закрыты, ремонт обуви, констовары, пицца, но рядом с фургоном гробовщика и возле недавно прикрытой чайной и за окнами тех, кто рожает дома и тех, кто лежит на искусственной вентиляции легких, деревья были открыты. Звездчатые магнолии были как раздвинутые ноги, белые магнолии были как открытые лифты, груши были открыты как зеленые глаза незнакомого парня в автобусе, букетики сирени были открыты словно кафе мороженое из старого света, и маленький луговой клевер и гиацинты были открыты на всех соседских лужайках, открыты как большой отремонтированный музей, куда можно сходить бесплатно во время туристического бума, где по вечерам в фойе играют камерную музыку, где ты стоишь с буклетом и с ужином в сумочке, горстью растаявших шоколадных конфет, и этот слабый пульс на твоей животной шее, предевинных хамфор и летские и светящихся гипсовых ваз там в зените прошлого. И вот, когда колокольчики ковром устилают сад, и маки раскрываются на ветру, я говорю себе, возможно, и город откроется снова. И вот в этом стихотворении отчетливо видно противопоставление природы, которая цветет, которая существует несмотря ни на что, и закрытой культуры, закрытой нашей жизни. Вот оно, наверное, острее всего ощущается где-то за городом, или когда мы гуляем по опустевшему городу, что есть какая-то красота, которая, несмотря на то, что переживает наш человеческий вид, она неумолима, и она неостановима. И вот ощущение, которое, наверное, я вынесу с тобой. Ира, подхватите, вы, в общем, среди красоты. Ну, да, я, собственно, спасибо большое, такое прекрасное стихотворение, это так сразу погрузило в прекрасное состояние. Но, да, я, собственно, с этого и начала, и продолжу, что для меня этот опыт был совершенно прекрасен, потому что я наблюдала течение весны, с марта месяца, и продолжаю наблюдать, как теперь все засыпает и прекращает уже свести, а уже почувствовалась осень, и мне кажется, что для меня все-таки это, ну, как бы, я ничего не могу сказать, что все куда-то вернется, наверняка вернется, но пока для меня все-таки изменилось очень много именно из-за перемены моей ежедневной жизни, все-таки это немало, почти уже полгода жизнь была устроена совершенно иным образом, то есть просто абсолютно ничего похожего со мной не было с раннего детства, когда ты столько времени можешь провести на даче, ну, я понимаю, что мне просто очень повезло, не все могли себе такое позволить, вот, но для меня все-таки это как бы был опыт прекрасный, но полный тревог. Да, я бы на самом деле, наверное, хотел, ну, действительно, возвращаясь к словам ребят о том, что все забудется, с одной стороны, это неизбежно, и наш опыт показывает, что все забывается, с другой стороны, ну, в общем, от нас в какой-то степени зависит, насколько это забудется, прямо скажем, поэтому мне бы, например, не хотелось забывать этого опыта, ну, то есть это не то, что я с готовностью выброшу в помойку и устремлюсь дальше в какие-то привычные модели поведения. Да, да, конечно. Мы не говорили, что опыт забудется. Опыт не забудется. Вынужденные практики не забудутся, а будут отставлены. Да, Дима, забудутся. Извините, Борис, да. То, что я, конечно, безусловно. Мы вас немножко теряли, можете еще раз повторить конец фразы вашей? Я хотел сказать, что опыт, конечно, не забудется. Забудутся, вернее, будут отставлены в сторону вынужденные практики этого периода. Хорошо. Дима? Что? Есть какое-то продуктивное начало, которое ты собираешься из всего этого забрать с собой в посткарантинную жизнь постизоляционную? Или? Ну, мы действительно как бы про это говорили, действительно стало понятно, что в каких-то случаях можно правда не встречаться, а просто звонить с людьми. Ну, про это правда так. Действительно. Можно, а можно и этого не делать. Можно и этого не делать. Можно, можно, да, можно, да, да. Но, нет, я предпочту, все-таки, конечно, встречу и соглашусь с Борисом. Конечно, это по части был вынужденный инструмент. Вот, но друзья, слышите, вы увидели, как прекрасно работают все там бесконечные снижения доставки и так далее, и так далее. Я на самом деле вам уже бесконечно благодарен за этот разговор. Может быть, кто-то из вас хочет еще сказать, чего еще не успел сказать, о чем я вас не спросил, потому что все равно позиция модератора не может сказать, дискомфортная. Она все равно предполагает какое-то модерирование. Последнюю минуту без модерирования. А нас бессмысленно модерировали. Это очень хорошо. Слушай, мне кажется, и из того, про что мы не говорили, это про то, все мы говорили там про плохое, там про то, как это было ужасно, про то, как мы не сделали из этого никаких выводов. мне кажется, из интересных выводов, которые мы из всего этого сделали, это про то, ну, Борис частично говорил уже, про то, что ощущение себя все-таки в качестве физического организма, вот, оно сильно повышилось, потому что, ну, мы как-то большое количество людей, как-то уже в направлении трансгуманизма ползли, и многие думают о том, что здорово было бы отцифровать свои мозги и все-таки лишиться и уже лишиться вот этого, вот этого, вот этой нелепой физической оболочки, как было бы здорово, а момент, когда у меня был интересный опыт в один из последних дней карантина, у меня приятница справляла день рождения, и она подошла к этому дико ответственно, она всех отправила на тестирование, потом сняла бар, куда запретила входить всем, два дня, и мы собрались, у нас был человек 12, сыграла музыка, и мы стояли, я понял, что стоит 12, то есть я там был единственным интровертом, все остальные были артисты и какие-то люди, которые обычно шумят, обнимаются и так далее, люди не знали, куда девать руки, люди не знали, как обниматься в этой встрече, были два человека, которые, подавая друг другу руки, промахнулись, как будто у них седром аспергера, вот это вот такое немножко, и, а сразу после карантина я был на, небольшом спектакле в театре Вознесенского, в центре Вознесенского, и с удивлением, конечно, и восторгом смотрел на артистов, которые абсолютно, если они все умеют, то, что они умели делать, но они немножко забыли, как перемещаться, когда вокруг другие люди, и мне кажется, что если мы что-то научились ценить, это свое, извиняюсь, телесность, и свое, вот этот вот физический контакт, который социальные сети и все прочее как-то потихонечку уничтожают, мы себя заменяем своими двойниками, невероятно успешно, и они уже на нас не похожи, а вот немножечко, как бы, у меня, по крайней мере, абсолютно пропало желание что-то писать в фейсбук, при том, что моя личная зависимость от этого была последние годы совершенно наркотическим. Сейчас мне хочется это сделать все реже, и реже, и, может быть, это единственное, что я полезно из этого видеться. Спасибо вам большое за этот разговор. Как я сказал вначале, это, в общем, попытка засвидетельствовать какое-то состояние, дальше вы либо кто-то другие посмотрит на это на все спустя какое-то время и скажет, господи, о чем они там все говорили, вообще непонятно, у них же было такое. Но, тем не менее, важно оставить этот след. Спасибо вам огромное, вы крутые, и я ужасно счастлив, что вам состоялся этот разговор. Спасибо вам большое. Спасибо всем. Спасибо. 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 Спасибо.